Здравствуйте, уважаемые пациенты! Сегодня мы поговорим о том, как себя проявляет сифилис на половом члене. Ну, прежде всего, при заражении сифилисом после полового контакта на половом члене формируется небольшое покраснение. Обычно это на головке или на крайней плоти. Оно едва заметно, безболезненно, оно не зудит, не болит, никак себя не проявляет. Порой его даже можно не рассмотреть. То есть иногда даже врач под увеличительным стеклом только тогда видит это покраснение. Это непосредственно ворота проникновения бледной спирохеты или возбудителя сифилиса. Через какое-то время, может это покраснение, оно держится где-то около 2-3 дней, после исчезать. Может и оставаться на своем месте до тех пор, пока не сформируется первичный элемент сифилиса. Это твердый шаркер. То есть это место уплотняется, становится по консистенции похоже на хрящ. Или вот хрящ уха. Далее он может, образуются такие достаточно ровные края. Размер твердого шаркера может быть как очень мелкий, от нескольких 2-3 мм до гигантских. Буквально достигает 5-6 см в диаметре. Чаще всего это твердый шаркер на половом члене имеет размеры около сантиметра. От 8 мм до полутора сантиметра. Он безболезненный. Если его сжать несколько раз, то из него может выделяться такой эксудат. Такая жидкость, похожая по консистенции на слезную жидкость. В этой жидкости содержится как раз возбудитель бледная спирохета. И эти выделения чрезвычайно опасны, так как через них можно даже заразиться половым путем. Эта жидкость содержит огромное количество бледных спирохет. Далее, если не проводится лечение, шанкра постепенно становится бледным и как будто рассасывается. То есть человек думает, что происходит излечение. В редких случаях может присоединиться вторичная микрофлора, и шанкер может нагноиться. Таким образом, он становится болезненным, отечным. И иногда осложненный шанкер путают, ставят диагноз эрозивный баланопастит. Проводят курс антибиотикотерапии, который приводит к излечению. И шанкра проходит, но сифилис остается не диагностирован. И курс антибиотикотерапии при баланопастите обычно приводит к развитию скрытого сифилиса. При вторичном сифилисе на половом члене обычно возникают красные пятна. Они имеют такой бледно-розовый цвет. Их достаточно много. У них такая полиморфная форма. Они не возвышаются. Чаще всего локализуются на головке. Она приобретает такой мраморный оттенок. И на крайней плоти. В редких случаях происходит их уплотнение. И образуются так называемые сифилитические узелки. Это все, что касается вторичного сифилиса. Обособлено признаки вторичного сифилиса на половом члене бывает крайне редко. Обычно затрагивается низ живота, грудь, спина. Узелки чаще образуются на подошвах и стопах. При третичном сифилисе также возможно поражение полового члена. В этом случае происходит возникновение уплотнения. Обычно это либо под кожей полового члена, либо вообще в глубине. В классическом виде эти образования или так называемые гумы третичного сифилиса довольно большие. Но в современных условиях для формирования третичного сифилиса должно пройти несколько лет. За это время пациент обычно всегда принимает антибиотики. Антибиотики сбивают классический процесс развития сифилиса. Поэтому в третичном сифилисе уже крайне редко образуются большие гумы. Обычно это образуются небольшие уплотнения. Буквально несколько миллиметров, то есть до сантиметра. Как в самом половом члене, так может быть и на мошонке. И они безболезненные. Больной обычно при пальпации полового члена находит эти уплотнения. И даже не подозревает, что это может быть симптомом уже третичного сифилиса. Эти гумы, они содержат, по консистенции внутри, похожи на такой мягкий пластилин. И данная масса содержит небольшое количество бледных спирохит, окруженных так называемыми пролиферативными тканями. То есть организм, это защитная реакция, организм пытается обособить возбудителя сифилиса от остальных тканей. И тем самым прервать сифилитический процесс. При возникновении каких-либо признаков нужно немедленно обращаться к дерматовенерологу. Только дерматовенеролог может поставить диагноз и, соответственно, начать лечение. Сифилис, особенно во вторичный и в третичный, тем более, период, лечится в настоящий момент только большими и длительными курсами антибиотикотерапии. Короткие курсы, по несколько уколов, один, однократное, трехкратное, шестикратное применение, сейчас категорически запрещены, потому что они не приводят к полному излучению сифилиса. Они просто переводят сифилис острый в скрытый сифилис, при котором, конечно, человек не заразен, но патологический процесс сифилитический в нем идет. И, соответственно, через несколько лет или при быстром падении иммунной системы, при травмах, операциях, он может опять перейти в открытый сифилис. Поэтому для непосредственной диагностики скрытого сифилиса нужно обязательно сдавать ежегодно раз в год кровь на антитела к сифилису. А те, кто уже переболел сифилисом, ежегодно нужно проводить уже полное комплексное обследование на наличие реинфекции. Спасибо за внимание.